Антонина с ребенком решила прокатиться на колесе обозрения в парке Леон. В народе такое развлечение называют чертовым и неспроста. Даже обычная заурядная поездка может вызвать бурю эмоций, но не всегда восторженных, к сожалению. Мы остановились на самом верху и после чего поехали вообще совершенно в обратную сторону. И через буквально минуты две опять в другую сторону. Колесо очень сильно шатало, далее ближе к спуску снова остановилось колесо, что молодые люди снизу мне ответили, ой, мы забыли то, что находится на колесе обозрения в данный момент. После оно снова пошло, качаясь, и, соответственно, мы вышли сейчас и пишем жалобу. Жалоба осталась в соответствующей книге парка Леон, а мы обратились сразу в гостехнадзор. Именно их сотрудники говорят свое одобрямс для парков развлечений. В этом году данный аттракцион в парке Орешка, который находится, технический осмотр не был пройден. Так как это носит, во-первых, заявительный характер, то есть на основании заявления уже собственника, владельца аттракциона, проводятся ли технические осмотры. А заявление от собственника не поступало, соответственно, технический осмотр произведен не был. Административной ответственности за такие нарушения в законе нет. На этом можно и закончить сюжет. Никакой ответственности за непроверенную карусель никто не несет. Но около месяца назад владелец парка Леон утверждал, что документы в полном порядке. Настаивает на этом и сейчас. Вот видите, вот он талон, свидетельство о государственной регистрации аттракциона. Так как акт был передан 21 июня, мы уже смело идем в гостехнадзор. Я суверен сказать, что у вас по документации все отлично. Мне сейчас надо идти в гостехнадзор, сдать акты и получить, получается, талон. Что задержала Льва Бардамова почти на три недели, он не сказал. Хотя, если верить сотрудникам гостехнадзора, процедура эта не хитрая. Но зато может снять все вопросы посетителей, а самому предпринимателю чувствовать себя спокойно. В течение какого времени разрешительные документы могут быть получены предпринимателям? То есть, ну, в течение сроки нормативной документации не оговорены. То есть, поступает заявление, проверяется пакет документов и, соответственно, выдается разрешение. Героиня нашего сюжета сегодня уехала из города. Ее мама по телефону сказала лишь, что сотрудники парка выходили на связь. Да, позвонили и принесли свои извинения насчет этого инцидента.